Итак, первый вопрос. Порядок записи видеозанятия. Только теперь мы переходим к записи, так как уже все предварительные вопросы мы рассмотрели. И пора переходить к непосредственной цели нашего курса. Откроем страницу. Уже по знакомому нам адресу screencast-omatic.com. Для начала записи нужно нажать кнопку Start Recording. Начнется загрузка сервиса. Мы увидим пунктирную линию. Это зона захвата нашего экрана. Ее можно перемещать. Вот эта красная кнопка запускает процесс захвата. То есть после нажатия на нее начнется запись нашего фильма синхронно с нашим голосом. Ну давайте проверим наши настройки. Мы видим, что наш микрофон сейчас работает, так как индикатор показывает уровень сигнала. Давайте проверим его настройки. Нажав по этому треугольничку, мы выбрали свой микрофон. В данном случае микрофон встроенный в мою веб-камеру USB. Следующая кнопка настраивает уровень чувствительности сигнала. Кнопка Auto Adjust Volume производит автоматическую настройку звука с учетом нашего голоса. Кнопка Record позволяет записать наш голос, чтобы потом прослушать, насколько чувствительность выставлена правильно. Вот мы прослушали, чувствительность микрофона выставлена верно. Камеру пока не включаем специально. Пока сделаем запись без камеры. В дальнейшем мы вернемся к этому моменту более точно. Итак, приготовим тот материал, который преподаватель желает записать. В данном случае это предмет экономическая теория. Преподаватель может вот так расширить то, что он будет показывать. Совместить с зоной захвата вот так. То, что будет захватываться. Вот так вот. Все. Предварительная настройка завершена. Зона показа и зона захвата соответствуют. Нажимаем на кнопку запись. Пошел обратный отсчет времени. Вперед. Итак, преподаватель демонстрирует свой электронный учебный курс. Какие в нем есть ссылки. Какие имеются презентации. То есть все, что он делает, сейчас записывается. Вот его презентации. Он рассказывает студентам, какой у него курс. Различные учебные материалы, презентации. Все, что сейчас происходит, говорится, все записывается. Если нужно нажать на паузу, вот есть кнопочка пауза. Запись остановлена. Если нужно продолжить, нажимается продолжить. Вот, в принципе, и весь процесс записи. По окончанию записи, нажать на кнопочку down. Сделано. Выполнено. Моментально появляется окно с тем, что записал преподаватель. Он может просмотреть, что получилось в черновом виде. И так преподаватель демонстрирует свой электронный учебный курс. Какие в нем есть ссылки. Какие имеются презентации. То есть все, что он делает. Пауза. Пуск. Записывается. Просмотр. Перемещение по записи. То есть наша первая запись выполнена успешно. Первый вопрос мы освоили. Однако, необходимо присвоить на этой записи название. Сейчас оно безымянное. Давайте назовем его пробозаписи без веб-камеры. Все. Мы присвоили имя. Больше ничего делать не надо. Если мы захотим удалить, есть кнопочка delete. Удалить эту запись. Но пока не будем этого делать. Осталось научиться редактировать свою запись. И затем публиковать ее в интернете. Или сохранять в виде файла. Однако, не будем торопиться. Так как нам надо хорошо закрепить свои практические навыки по этому вопросу. И самостоятельно сделать то, что сейчас увидели. Выполните самостоятельно это задание в следующей последовательности. Напоминаю. Открыть в новой вкладке сайт с адресом screencastomatic.com. Нажать на кнопку Start Recording. Проверить настройки микрофона. Выбрать вручную зону захвата. Включить запись. Выполнять действия на экране своего компьютера, наговаривая любой текст. Приостановить запись. Возобновить запись. И завершить запись. Просмотреть самостоятельно черновик в своей видеозаписи. Дать имя черновику «Проба без веб-камеры». Выполните это задание несколько раз до полного закрепления. Удаляйте неудачные пробы. После этого запишите свое впечатление в форум «Моя первая видеозапись без веб-камеры».